Всем привет, это FreeStudio21.com И я решила вернуться к теме вопросов В частности, тема вопроса к подлежащему Ибо эта тема не так проста, как кажется на первый взгляд И во-вторых, были вопросы по теме Естественно, так бы просто я не возвращалась Какими бывают вопросы к подлежащему Какие могут быть подводные камни здесь И так ли всё просто, как мы это знаем Или привыкли знать, или думаем, что знаем Итак, возьмём первое предложение Очень всё просто, очень даже примитивно We like chocolate ice cream Для начала выясним, где у нас вообще подлежащее здесь стоит Подлежащее у нас we То есть вот это subject Далее у нас действие, main verb И далее там ещё чего-то Допустим, нас это уже не интересует Нам интересен subject Какой вопрос к подлежащему здесь можно поставить? Здесь у нас, ну если вопрос к подлежащему Значит, либо кто, либо что Значит, мы все научены, мы все знаем Что, чтобы спросить о подлежащем Нужно просто-напросто начать свой вопрос Либо с кто, либо с что И здесь нужно всегда держать в голове Что это хоть и вопрос, но к подлежащему Здесь есть своя специфика Поэтому у нас будет первое слово who Ну ибо мы, живые люди Поэтому who Далее у нас немножко вроде бы как неожиданно У нас like превращается в likes Окей, запомним это А далее всё то же самое Без всяких изменений Chocolate ice cream И знак вопроса Итак, что у нас особенного? Ну, первое понятно Вопросительное слово Ибо вопрос к подлежащему Это по сути разновидность специального вопроса То есть вот у нас наше who Которое заменяет наше we Мы не знаем, кто делает действие Теперь следующий момент У нас появляется s на like Мы тоже знаем почему Потому что кто делает Всё точно так же, как у нас Следовательно, третье лицо Единственного числа Следовательно, s Потому что это present simple Если бы было другое время Никакого s бы, естественно, не было Ну, а дальше дело такое Здесь могли быть любые другие вещи Ну, chocolate ice cream Просто как вариант Окей, прекрасно В принципе, ничего другого здесь спросить К подлежащему, ну, никак нельзя Если бы у нас был неодушевлённый предмет Или, скажем так Так, если бы у нас подлежащим Здесь были не люди А чё-нибудь другое Или кто-нибудь там Животное какое-то Или чё Мы могли бы спрашивать what Теперь посмотрим второй вариант Как бы то же самое Всё all of us like chocolate ice cream Но здесь какая проблемка Здесь у нас подлежащее Состоит аж из трёх слов То есть все из нас, если дословно Или все мы Далее вроде бы то же самое Тоже like Тоже chocolate ice cream И что мы здесь можем спросить Ну, мы можем спросить Кто любит мороженое Конечно, можем И по большому счёту Сейчас я продублирую тот вопрос Который написан выше То есть всё одно к одному Опять у нас s на конце Ну, всё аккурат то же самое То есть мы вот этим who По большому счёту Заменяем всю вот эту вот структуру All of us Но, поскольку это называется Составное подлежащее Compound subject Следовательно, если здесь несколько слов Значит, какое-то слово главное Какое-то второстепенное И так оно и есть Здесь вот это us Это главное слово Это по сути we Только в падеже А вот это all of Оно уточняет это us Поэтому мы можем ставить вопрос Просто к слову us Можем ставить вопрос ко всему этому подмножеству Если угодно All of us А можно ставить ещё вопрос Отдельно к слову all Но в данном случае предлог of Он относится к all Значит, у нас может быть ещё вопрос Который связан с all of И это будет выглядеть так Здесь можно поставить which Дальше of Который из нас получается так Which of us Мы имеем теперь вот такое вот большое Длинное вопросительное слово То есть здесь не which вопросительное слово Здесь which of us вопросительное слово А дальше начинается ещё чудесатие У нас будет просто слово like И as у нас не будет здесь стоять Его нет Ну а дальше уже chocolate ice cream Здесь ничего не происходит И так, что же мы получаем? Мы получаем вот эту структуру Она очень такая, ну, немного сложноватая В которой, по сути, вопросительным словом Является только вот эта часть Вот это which of Оно заменяет нам all of Вот это При этом у нас сохраняется us В предыдущем предложении у нас пропадало Все три слова В этом предложении у нас пропало Фактически только одно А us у нас сохраняется То есть здесь как бы подлежащее В сочетании с вопросительным словом И как последствие этого у нас пропадает s на глаголе У нас множественное число И у нас это множественное число сохраняется Поэтому нет потребности в s То есть мы как бы знаем, о ком идет речь Мы знаем, что у нас много действующих лиц В предыдущем вопросе мы вообще не знали, о ком идет речь Поэтому мы ставим s просто по умолчанию Здесь этого не надо делать Здесь есть искушение переводить вопрос Как кто из нас любит И опять получается вроде как третье лицо единственного числа И возникает вопрос, почему s не поставили Но на самом деле здесь надо переводить Которые из нас Которые Множественное число Или кто из нас Здесь ху в принципе тоже могло стоять как вариант И когда мы говорим которые У нас любят Уже множественное И все, никаких проблем нет И никаких s у нас уже не появится То есть из этого мораль Вопрос к подлежащему может быть простой И может быть составной В первом случае все как мы привыкли Мы ставим who или ставим what Дальше у нас третье лицо единственного числа будет Если у нас present simple это будет видно Если это будет в другое время не будет этого видно Или будет видно только по вспомогательному глаголу Но в любом случае это третье лицо единственного числа Потому что мы не знаем о ком идет речь И не важно каким даже будет ответ на наш вопрос при этом Но есть еще случай Если у нас подлежащее стоит с какими-то уточняющими словами Тогда у нас могут быть варианты И тогда мы можем просто задать вопрос Кто что А можем задать вопрос Кто из нас Который из нас Сколько нас И там еще чего-нибудь такое И у нас уже пространство для маневра намного шире И у нас могут быть варианты с глаголом То есть у нас может быть who Если у нас кто Тогда конечно опять же третье лицо единственного числа Но если у нас будет сохраняться само подлежащее А вопрос будет ставиться только к тем словам Которые от него зависят Вот тогда у нас в принципе может быть любое число И любое лицо Все будет зависеть от подлежащего Почему так? Потому что подлежащее видно будет в предложении Просто мы уточняем его какие-то сопутствующие ему слова Из этого мораль Вопрос к подлежащему может быть двух видов Он может быть простой И он может быть составной Значит если он простой У нас могут быть только два вопросительных слова Либо who Либо what Ну все зависит от того Человек у нас делает действие или не человек Далее Основной глагол у нас обязательно будет в третьем лице единственного числа То есть third person singular И вот это то, что у нас было в первом варианте Who likes chocolate ice cream И далее составной вопрос к подлежащему Здесь уже немного сложнее Здесь у нас больше вопросительных слов У нас здесь может быть What Who Наверное будет правильнее, если я в столбик напишу Дальше Which Дальше может быть Whose How many How much То есть по большому счету все те слова Которые могут характеризовать там предмет человека И все такое То есть что или какой Здесь надо помнить, что what имеет значение какой Whose Ясно чей Who Ясно что кто Но также нужно иметь в виду, что это может быть и кого И кому И кем И все на свете Which Опять же который и какой How many How much Сколько И здесь у нас основной глагол ведет себя уже иначе Main verb может меняться Он может у нас быть как в единственном, так и во множественном числе Да, это будет тоже третье лицо Third person Но здесь могут быть варианты Здесь может быть и singular И plural То есть и единственное, и множественное Ну и если мы возьмем пример в первом предложении Или в первом случае Здесь порядок слов То, что мы все привыкли К чему мы привыкли И что мы знаем То есть who или what на первой позиции Дальше у нас будет main verb Основной глагол Не суть важно, что он там собой представляет И в каком времени он стоит А дальше остальное предложение А вот во второй схеме Уже будет чуть-чуть иначе На первой позиции у нас вопросительное слово То есть что-нибудь из вот этого вышеперечисленного А дальше у нас обязательно Сразу после вопросительного слова Будет стоять само подлежащее Subject Как логическое продолжение этого вопросительного слова Один а, если угодно И вот это все дело Это будет как одно целое Один блок Да, он состоит из двух частей Но он как бы одно целое Дальше у нас main verb Который может быть В принципе в любой форме Здесь не надо забывать Что еще модальные глаголы могут стоять Это вторая позиция И дальше остальное предложение Ну и под занавес возьмем еще один пример Вот допустим такое Some of our friends by apples Итак, подлежащее у нас громадное Оно вот аж какое длинное Здесь у нас самое главное слово Это friends А все остальное Это его дополняют Уточняют Там и все такое Чьи друзья Сколько друзей И так далее То есть К сам я могу поставить вопрос Сколько А к our Я могу поставить вопрос Чьи Или даже какие Ну и далее у меня Действие Main verb Ну и далее все остальное Сначала попробуем построить Просто Поскольку мои друзья Живые люди Поэтому я задам вопрос Who Здесь what Спросить ну никак нельзя Далее я помню Что основной глагол При этом у меня должен быть Третье лицо единственного числа Значит у меня стоит Buy Здесь множественное Но я же не знаю Сколько народу И кто именно покупает яблоки Поэтому я на всякий случай Ставлю buys И далее apples И вот мой вопрос Классический К подлежащему Позиция первая Позиция вторая И позиция третья То что мы привыкли видеть То что мы ожидаем Обычно увидеть Вот в таких вопросах Но Мне хочется уточнить Вот это Some и Our Потому что Who buys apples Это очень так Общее И ну не совсем ясно Очень много потерялось Скажем так Ну для начала Я спрошу Чьи друзья Покупают яблоки Я поставлю Whose Чьи Дальше мне сразу Пройдется ставить Слов Friends И это мое подлежащее Собственно говоря И поскольку здесь Оно сохраняется У меня будет сохраняться И множественное число На main verb Whose friends buy Apples Это первый вариант Теперь я хочу спросить А сколько моих друзей Покупает яблоки Или сколько наших друзей Покупает яблоки How many Поскольку друзей Можно посчитать Поэтому будет How many How many Это вопрос к some Несколько Ответ тоже неопределенный Здесь не указано Количество Ну какая разница Я же не знаю Поэтому я могу спросить И далее происходит Еще одна интересная штука У меня сохраняется Of и our How many Of our Friends Вот что может происходить И далее By apples А можно еще спросить Такое Которые из наших друзей Покупают яблоки Which Of our Friends Buy Apples Кстати Вместо Which Можно было бы Who даже поставить Это тоже было бы хорошо В данном случае Who и Which Дублируют друг друга Здесь Who будет переводиться Не как Кто Хотя в принципе Можно Кто из наших друзей Как бы так Но можно сказать И который Из наших друзей Вот это Of Оно является Как бы посредником Соединителем Потому что Иначе мы не свяжем Вот эту первую часть Вот эти вопросительные слова С подлежащим Поэтому приходится Ставить Of Но of Ставится не всегда Поэтому это просто Частный случай Нам здесь повезло Вот таким образом Это делается То есть У нас сохраняется Глагол Почему? Благодаря тому Что у нас сохраняется Подлежащее Мы ставим вопрос К уточняющим его словам Но мы не ставим вопрос К самому подлежащему Как таковому Вот такие вот вопросы К подлежащему То есть Есть момент Немножко такой Усложняющий жизнь Особенно если Подлежащее У меня Составное Здесь нужно помнить Что оно может быть Составным Может быть И состоять Из одного слова Если оно состоит Из одного слова Все легко Если оно Несет дополнительную информацию Ну тогда у нас Есть варианты И этих вариантов Может быть Очень-очень много Скриншот Всего этого будет По ссылке В описании видео Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Субтитры создавал DimaTorzok